Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья. Я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Немножко я пропала со всех каналов, практически ничего не снимала, болели очень сильно всей семьей, до сих пор еще есть последствия, но ничего, потихонечку отойдем. Единственное, смогла снять описание по своему джемперу, на канал вышла и в основном полегче было, вязала носочки. Есть у меня готовая работа, сегодня я вам покажу небольшая, и также расскажу о своих планах, изменениях. Тут по двум процессам было время подумать и немножечко я переиграла. Расскажу также о новом процессе. Вот здесь у меня пряжа лежит, что задумала вязать интересные изделия. Такая получится у нас с вами болталочка. Чтобы совсем надолго не пропадать, решила подключиться, выйти и поговорить с вами. Итак, давайте, наверное, начнем с небольшой работы, которая у меня связалась. Это следочки. Вот такие очень теплые, классные следочки у меня получились для моего сына. У нас было очень холодно, 36 минус. И, в общем, я поняла, что у моего сына нет для дома очень теплых следков. Дочь у меня как-то не очень любит такие изделия, она больше носочки, а вот сын любит следочки носить. Им нужны были срочно следки. Поэтому морозы еще будут у нас в Сибири, как правило, после Нового года крещенские разные бывают. Поэтому связала ему следки. Взяла пряжу Ализе Вултайм. Здесь 100 граммах 200 метров. Номер цвета 274 у меня. 75% шерсть и 25% полиамид. И в компаньон взяла, чтобы носочки были еще потеплее, ой, следочки точнее потеплее, по пушистей. Ярнард Махер Трэнди. Я эту ниточку на тоненькое добавляю частенько в какие-нибудь носочки. И мне очень нравится. 50% идет Махер, 50% акрил. 100 граммах 220 метров. Номер цвета 113. Вот так их поженила. Получились очень теплые, классные следки. Вот такие следочки. Вязала по своему мастер-классу. Точнее, они у меня просто лицевую гладью связаны. В мастер-классе я узор использовала. А как женские вязала следки, я вам ссылочку оставлю. Можете пройти посмотреть. По тому мастер-классу можно будет связать любые следочки. Детские, взрослые, мужчине, женщине, кому угодно. Вот такие у меня получились следочки. Очень теплые, мягенькие, пушистые. И вот у нас, когда еще придут морозы, сынок у меня будет утеплен. Пяточку укрепила обычным способом. Как сейчас многие вяжут. Одна лицевая петлю снимаем, нить за работой. Следующий ряд по изнанке вяжем изнаночными петлями. Потом снова лицевая, нить за работой, петлю сняли. Вот так укрепила пяточку. Это такие как бы следки, либо укороченные носочки. Кто как их называет. Но они очень комфортные, удобные, хорошо сидят на ноге. Смотрятся большими сейчас, смотрю в камере. У моего сына ножка большая и взъем высокий. На нем отлично сидят. Вязала именно ему по размеру. Можно даже какой-нибудь тоненький носочек под низ одевать. И в общем будет все хорошо. Вот такая у меня получилась готовая работа. За кадром вязала. Теперь вот по этому процессу хочу сказать. Этот джемпер, который я вязала в школу для своего сына. Вот этот джемпер. У меня уже тут перед, спинка все довязаны. Горловинку сделала, плечевые швы. Все. Но что здесь? Так, вязала из Ланагата Макси Софт. По размеру отлично все подходит. Но единственная горловинка получилась мелкая. Вот не знаю сейчас, что делать. Либо перевязать горловину и сделать вот эту переднюю часть просто глубже. Вот так вот вырез. Либо сделать в виде жилетки. В школу носить без рукавов. Но опять же она очень теплая. Это толстенькая ниточка. И как бы, если как жилетку, руки, да, вот если просто рубашечку, либо водолазку под низ одевать, прохладно будет рукам, но здесь будет очень тепло. И вот как-то я в раздумьях сейчас, как мне поступить. Может быть, за новогодние праздники я все-таки соберусь и переделаю просто вот эту вот переднюю часть. Распущу и просто поглубже вот так вот вырез ему сделаю. Не захотела V-образную тут делать, как в жилетках я вяжу. Почему-то захотелось мне круглую. Ну, вот не знаю. Посмотрим. Голова проходит, но прям вот впритык мне это не нравится. Я хочу, чтобы была хоть какая-то здесь свобода. Рубашку, допустим, под низ, либо водолазку ему одевать. Чтобы было комфортно, не давило. Все спокойно. Если нужно там в школе снять, допустим, на ту же физкультуру, без проблем, чтобы он мог джемперок снять. Поэтому с горловинкой буду решать. Вот. Тоже не знала, как резинку один на один лучше закрыть. Пробовала эластичное закрытие. Как-то мне не очень понравилось. Здесь я закрывала обычным способом. Две петли вместе, петлю возвращаем. Ну, в принципе, вот такой вариант мне нравится. Когда на сына примерила, смотрится хорошо. Ложится хорошо. Вот такой вариант по шее, да. Но мелкое, мелкое нужно перевязывать. Поэтому вот с этим процессом я пока повременю. Оставляю его на новогодние праздники. Там, в принципе, время будет. И я решу. Потом, конечно же, буду вам все показывать. Следующий процесс, по которому раздумывала. Не знаю, что делать. Как-то, вот знаете, бывает, оставишь процесс, заморозишь и перегоришь. Вот у меня, наверное, так получается. В принципе, мне нравится изделие. Это свитер сыну я вяжу. Такой интересный, необычный узор. Вот не знаю, что сделать. Либо довязывать, либо распустить и связать другое изделие. Тоже вот по этому пока процессу я в раздумьях. Спрашивали просто, когда буду довязывать. Видимо, кто-то тоже хочет связать такой свитерочек. Не знаю, девочки. Пряжа Кантуки от Сиам. Пряжа мне это очень нравится. Здесь 60% мереносовая. Шерсть 30 акрил. 10 вискозы. 50 грамм. 175 метров. Две ниточки вяжу. Теплый. Номер цвета 0,5. С этой пряжи я вот как раз видеоописание выпустила. Вязала себе джемперок, но в одну ниточку. Очень понравилось. Настолько приятное, нежное, тактильно изделие. Легкое, воздушное получилось. В две ниточки сейчас вяжу. Конечно, полотно более такое подзабитое, плотное. По-моему, я на четверке вяжу. Да, на четверке. Но, опять же, подразумевался с ветерок теплым, да, на зиму. И вот не знаю. Может быть, стоит довязать так. Так-то, в принципе, все нормально здесь. Буду думать, что делать. А если распустить, я, допустим, в таком цвете себе не хочу джемпер. Мне как-то коричневый не очень люблю. И дочь у меня тоже не хочет. Эту пряжу, именно этот цвет, я брала для сыночка. А ему как раз нужен свитерок. Поэтому, наверное, довяжу. Он мягенький, тактильно приятный. Вот пусть будет, наверное, вот такой у него теплый свитер на сильные морозы куда-то ходить. Ну, в общем, буду тоже думать вот по этому процессу. Так, это вот два крупных процесса, которые у меня сейчас в раздумьях. Что мне с ними делать? Теперь, теперь хочу вам показать пряжу и рассказать о процессе, который надумала вязать. Тоже в ближайшее время хочу начать. Это будет третий такой крупный у меня процесс на спицах. Пряжа Лана Гата Супер Софт. Номер цвета 122-60. Это, так, сейчас найду, стопроцентная Супер Вош Мерино Экстра Файн. 50 граммах, 125 метров. Мериносовая шерсть, очень мягенькая, комфортная. Дочи своей, я эту пряжу для дочи брала, хочу связать лапопейсом. И скомбинировать два цвета, голубой и беленький. Вот сверху, как раз, ну, кокетку назовем, да, вот эту часть, где будет основной идти узор. Будет голубой и белый цвет. Белый будет узор как раз вывезен. Белая пряжа, это пихорка, кроссбред Бразилии. Тоже очень люблю эту пряжу. 50% мериносовая шерсть, 50 акрил. В 100 граммах, 500 метров. Эту пряжу буду брать в две ниточки. И как раз получится. Так, что здесь еще я вам не сказала. Номер цвета, 0,1 белый. Зимняя серия. Я вязала дочи в прошлом, по-моему, году. Свитшот. Комбинировала тоже еще с одной пряжей. Очень понравилось мне качество. Носим до сих пор. Сейчас вот было холодно, она на танцы. В свитшоте в этом ходила. Комфортно, мягенько. Поэтому у меня осталась эта пряжа. Мне ее хватит вполне. И этой пряжи у меня довольно много. Поэтому решила связать на попейс. Ни разу не вязала, девочки. Решила начать. Не знаю, нужен, нет мастер-класс. Может быть, достаточно будет видеоописания. В принципе, там основное это, что вот показать схему, рассказать, да, расчеты. Подумаю, как вот сейчас предновогодние, как раз вот эта вот вся суета, немножко полегче стало. Ничем не занималась. Вообще еще никакими подготовками. Очень много сейчас будет дел и забот. Поэтому на мастер-класс не знаю, найду время, либо нет. Посмотрим. Ну, вот такая задумка. Будет лопопейс для девочки. На 140 ростовку. Буду вязать ее на вырост, чтобы мы смело могли еще следующий год носить. Поскольку очень быстро растут дети. На два размера за год они у меня выросли. Буду вязать на 140 ростовку. Ну и, как сказала, еще вязала носочки. Пятую пару сейчас вяжу. Мужские носки 4 пары уже отдала, уехали. Вот сейчас пятую вяжу потихонечку. Вот такие у меня новости. Решила подключиться, чтобы вы меня совсем надолго не потеряли. Надеюсь, буду находить сейчас время еще до Нового года на что-то интересненькое. Повязать, показать вам. Также планирую снять видео итоги года. Что мне удалось навязать, как правило. Это каждый год я такое видео выпускаю. Поэтому до Нового года, надеюсь, еще с вами, конечно же, увидимся. А на сегодня я видео заканчиваю. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok